Блокчейн, биткоин, эмиссия, транзакция, пул. Зачем нужно цифровое золото? Кто такие майнеры? Есть ли в Рязани криптофермы? Смотрите в нашем сюжете. Быстрее, выше, сильнее. Несмотря на гонения в отношении российского спорта, на небосводе наших побед загораются новые звездочки. Среди них фигуристка из Рязани. Новый год не за горами. А вы успели отправить письмо Деду Морозу? Если нет, поспешите. Специальная почта непременно доставит ваше желание прямиком к волшебнику. Расскажем о подробностях далее. 29 ноября в Московском районном суде Рязани оглашен приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба районного суда. В период времени с октября 2008 года по сентябрь 2014 года на территории городской свалки гражданин нашел пистолет конструкции Макарова, охотничий карабин и патроны. Вышеуказанные предметы он забрал себе и стал их незаконно хранить. Преступная деятельность рязанца 5 июня 2017 года была пресечена сотрудниками ОМВД России по Московскому району города Рязани. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Московский районный суд Рязани признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде операционной инстанции. Блокчейн, биткоин, эмиссия, транзакция, пул. Это не просто объяснить, еще сложнее понять. Но вся система настроена на одно – получение прибыли. Год назад весь мир охватила идея таинственного японского программиста Сатоши Накамото и, закупив оборудование, майнеры начали добывать цифровое золото. Они зарабатывают в состоянии не на долларах, баррелях или акциях, а на новой цифровой валюте – биткоин. Сам биткоин снова обновил исторический максимум. В конце ноября он достиг курса 11 тысяч долларов за монету и останавливаться, похоже, не намерен. Добывают ли биткоины в Рязани, узнала Алена Куклева. Урожай каждый день на фермах у майнеров. Это люди, которые добывают деньги из интернета. У биткоинов нет единого печатного станка. Теоретически добывать их может каждый на своем компьютере. Это называется майнинг. Передача биткоинов происходит от человека к человеку, минуя банки. Продавец и покупатель знают только номера счетов друг друга. Контроль, который идет за валютой, он сосредоточен в обычной валюте в одном месте. Центробанк, либо резервная федеральная система в Соединенных Штатах и так далее. Здесь немного, сделано совсем по-другому. Все перевернуто. То есть, практически платеж совершается в открытую. И чем больше о нем узнают, тем больше на этом можно заработать. Почему и говорят, чем мощнее компьютер, тем, так сказать, я могу больше заработать. Чтобы переводы не дублировались, их отслеживают миллионы майнеров. Они хранят архив переводов в тот самый блокчейн. За это система вознаграждает майнеров криптовалютой. Сама технология блокчейн позволяет вам не постоянно скакать самому с одной криптовалюты на другую, а, грубо говоря, алгоритмы сами выбирают, как его вам майнить. То есть, если сейчас, например, дороже биткоин, то его майнить прибыльнее, чем, например, эфириум. Чтобы намайнить побольше, создают фермы. Специальный цех с большим количеством мощных видеокарт. Пример домашний майнинг фермы показывает на своем подоконнике майнер-любитель Александр Щеголев. Чтобы проводить транзакции, необходимо их шифровать. Крипто – это как раз и обозначает шифрование. Для этого необходимы довольно значительные вычислительные мощности. По сути, майнинг основан на математических вычислениях и представляет собой электронную платежную систему. В процессе участвует компьютер. Майнер предоставляет вычислительные мощности системе и за это получает вознаграждение в виде криптовалюты. Я сейчас иногда подшучиваю, что ферма зарабатывает мне на коммуналку, которая зимой составляет довольно значительную сумму, помимо электроэнергии. Ну и такое вложение, скажем так, будет еще довольно долго работать, я надеюсь. Вот, конечно, прогнозировать, что будет происходить на этом рынке, сложно. Но, с другой стороны, мои риски не такие большие. Эти комплектующие можно потом использовать в стационарных компьютерах. И чем производительнее компьютер, то есть майнинг-ферма, тем больше можно заработать виртуальных денег. Само умение разбираться в блокчейне все чаще появляется в запросах работодателей при поиске новых сотрудников. Работодателями выступают как стартапы, так и крупные компании. При этом спрос на специалистов растет с каждым месяцем в разы и значительно превышает предложения. В мире появляется все больше новых криптовалют и проектов на блокчейне, которые выходят на ICO, Initial Coin Offerings, в ходе которых им удается собирать большие суммы как от крупных инвесторов, так и от обычных людей. И на волне всего этого спроса требуются соответствующие специалисты, и не только разработчики этих всех проектов, а также и те люди, которые будут продвигать данные проекты. То есть маркетологи, копирайтеры, СММщики, пиарщики. Таким образом, на таких специалистов действительно охота. И можно посмотреть на Headhunter или на Superjob. То, что, во-первых, вакансии такие реально существуют, и зарплата намного выше среднерыночной. За золотой лихорадкой 21 века финансисты и математики наблюдают с большим интересом и с недоверием. Криптовалюта возникла с кризисом мировой финансовой системы. Будет ли дальше расти курс биткоина и долго ли продержится вся система, не знает никто. Есть легенда, что американцы хотят раздуть криптовалюту, укрепить доллар, обрушить криптовалюту. И укрепленный доллар опять на смену придет к криптовалюте. У профессора Александра Пылькина даже есть монета биткоин. Он рассказывает, что купил ее уже более пяти лет назад для коллекции. Если я ее вам подарю, или кто-то у меня ее отнимет, это не платежные средства. Платежным средством является код этой монеты. Понимаете? Весь, так сказать, привлекательность в этом. Что это нельзя отнять. Поэтому, само по себе биткоин, я считаю, это знание. Ну, знание немножечко не в том понимании, к которому мы привыкли, а знание, которое связано с применением компьютера. И если криптовалюту многие называют мыльным пузырем, а мир к ней не готовым, то технологии блокчейн, лежащие в основе криптовалют, интересуются все больше. Инвестиции в стартапы, работающие с блокчейном, растут с каждым месяцем. Это уникально тем, что в нее нельзя влезть и понять, что там, каким образом, что закодировано. То есть, те процедуры, которые используют для кодирования, они же, с одной стороны, в цепочку, параллельно несколько цепочек, выбираются там самые длинные, и кодируются этой цепочкой, и так далее, и тому подобное. И в приемливое время декодировать это невозможно. А пока в каждом городе появляется все больше товаров и услуг, которые можно оплатить биткоинами. В Рязани, правда, пока нет ни одного такого магазина или кафе. Алена Куколева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области изъяли у злоумышленника 500 граммов синтетических наркотиков, которые привезли в Рязань для дальнейшего распространения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили сведения, что в Рязань на автомобили для дальнейшего распространения планируют доставить крупную партию наркотических средств. Оперативники УНК, УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани задержали в областном центре автомобиль под управлением 24-летнего жителя соседнего региона. В рамках обследования салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в свертках незаконно хранилось более 500 граммов наркотического вещества синтетического происхождения. Полицейские установили, что водитель автомобиля планировал распространить наркотики в Рязань с помощью тайников-закладок и используя возможности сети интернет. Но профессиональные действия сотрудников УНК, УМВД России по Рязанской области пресекли эту попытку. Сейчас сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30 и 5 ст. 228 УК РФ покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет в крупном размере, по которой предусмотрено наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу. Несмотря ни на что, наши спортсмены продолжают доказывать всему миру, что они лучшие. Так, рязанка, фигуристка Александра Трусова, оказалась в финале юниорского гран-при, который пройдет в эти дни в Японии. Девушке всего 13 лет, но она уже входит в мировую спортивную элиту. Ну а начинала Саша свою карьеру на рязанском льду. Фигурное катание – невероятно красивый вид спорта, в котором наши спортсмены еще с советских времен были одними из сильнейших. В их число вполне возможно войдет Александра Трусова, которая в своем довольно юном возрасте уже достигла больших успехов. Так, в августе этого года на первом этапе серии юниорского гран-при в Австралии наша соотечественница завоевала золотую медаль. По итогам ее выступлений эксперты заявили, что на этапах юниорского гран-при без учета финалов еще никто не набирал такой суммы баллов, как Трусова. С прокатом Александра справилась успешно, закономерно выиграв произвольную программу и этап. Гвоздем ее произвольной программы был исполненный ею четверной Сальхов. На данный момент Саша единственная в мире фигуристка, исполняющая этот сложный прыжок. Впервые его выполнила японка Мики Анда более 10 лет назад. А между тем фигурным катанием Саша занялась именно в Рязани, когда ей было 5 лет. Ее первым тренером стала Ольга Швецова. Так как девочка подавала надежды и опережала всех других детей по уровню подготовки, вскоре ее перевели в более сильную группу к Ларисе Милковой. И сразу же было заметно, что у нее очень хорошие физические данные для фигурного катания. То есть она хорошо, у нее хорошие прыжки, она растянута, слышит музыку, может ее выразить. То есть как бы это было сразу видно, что есть перспектива в развитии у ребенка. Она, в общем-то, опережала всегда детей на год. Способности способностями, но без определенного склада характера в спорте делать нечего. Настойчивость в достижении цели, упорство, невероятная работоспособность – все это про Сашу. Если ей хотелось выучить какой-то элемент, она его учила и не отвлекалась, и старалась выучить, пока не добьется своего. Три года назад Александра Трусова уехала в Москву. Сначала она тренировалась у Сергея Волкова, сейчас же девушка входит в группу Этери Тутберидзе, которая воспитала двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву. Об успехах. Она попала в очень сильную группу Этери Тутберидзе, в которой девочки очень сильно катаются. Очень хороший уровень катания показывает. Очень сложные прыжки выполняет. Она одна из первых, исполнила четверной сальхов на первом этапе в Австралии, в Брисбене. То есть оно, конечно, там было не докручено, но элемент был исполнен и оценен. И то есть это был на самом деле риск, потому что четверные прыжки сейчас прыгают в основном мужчины. То есть женщины, даже взрослые на чемпионатах еще не исполняли четверных прыжков. Конечно, без поддержки, даже при наличии таланта и упорства Александре Трусовой было бы нелегко. Ведь участие в соревнованиях – это задача финансово непростая. Талантливые фигуристки помогают продвигаться к вершинам спортивного Олимпа депутат областной думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Подаль. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники УМВД России, Паризанской области, находившиеся в длительной служебной командировке в Ставропольском крае, в полном составе вернулись домой. На южном рубеже сводный отряд решал задачи охраны общественного порядка. Пресечение незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, задержания и обезвреживания лиц, находящихся в розыске, выявления контрабанды и похищенного автотранспорта. Подробнее Валерий Седов. Дорогие полковник, личный состав судно-отряда полиции в УМВД Паризанской области из командировки Северного Кавказа прибыл без замечаний. Должим запретение начальника полиции, полковник Бахилов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю! Здравия желаю! Накануне возвращения рязанские полицейские передали служебную вахту на федеральном контрольном пропускном пункте Затеречной своим коллегам-землякам. Занесение службы в длительной командировке сотрудники УМВД получили почетные грамоты и медали. Доброе утро, дорогие друзья! По давней старой традиции мы встречаем вас сегодня с длительной командировки на родной Рязанской земле. Хочу вас поблагодарить за службу, сказать вам слова признательности и благодарности за то, что вы сделали, скажем так, в далеком регионе. Слова радости на лицах ваших родителей, близких, родственников. Я хочу еще раз вас поблагодарить за службу, сказать вам спасибо. Будьте живы и здоровы! Руководство не раз отмечало тот факт, что все поставленные перед отрядом служебные задачи были выполнены достойно. В завершение полицейских ждала встреча со своими родными и близкими. В Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, приравнивающий платные магические или колдовские услуги к мошенничеству и вымогательству. Автором идеи выступил член Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Выстрецов, пишет газета «Известия». Законопроектам предлагается внести поправки сразу в несколько статей Уголовного кодекса. В частности, речь идет о мошенничестве, вымогательстве и организации преступного сообщества. Также предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7 с новым классификатором деятельности, который будет описывать колдовские или магические услуги. Депутат подчеркнул, что планируется запретить не сами занятия колдовством, а попытки поставить его на коммерческие рельсы. Через несколько недель наступит Новый год, а это значит, что пришло время писать письма главному новогоднему волшебнику. Отправить свое послание Деду Морозу в Великий Устюг может каждый ребенок. Уже начала свою работу новогодняя почта, однако некоторые дети решили подстраховаться и написать письма не только русскому, но и французскому волшебнику. В школе номер 6 с углубленным изучением французского языка в преддверии Нового года проходят не совсем обычные уроки. На них учащиеся младших классов пишут письма главным новогодним волшебникам, нашему родному Деду Морозу и его французскому коллеге Пернуэлю. Подобные уроки организованы для того, чтобы ребята окунулись в атмосферу волшебства, попрактиковались в языке и познакомились с правилами написания писем. Ведь бумажные послания, к сожалению, сегодня заменили их электронные аналоги. А жаль. Письмо дает возможность почувствовать душу человека. Когда мы садимся писать и прежде чем пишем, мы в голове продумываем фразу, продумываем слова, а значит и продумываем более тщательно свои мысли, свои пожелания, свои предпочтения. Письменная речь позволяет человеку быть более вдумчивым. Несмотря на совсем юный возраст, мальчишки и девчонки в этой школе могут не только составить письмо на французском, но и пообщаться с волшебником на его родном языке, что они и сделали в ходе интерактивного урока. Ребята, конечно же, понимают, что пришедший к ним волшебник всего лишь представитель Парнуэля. И тем не менее, они верят, что он обязательно передаст их желание своему начальнику. Так, маленькая Ксения попросила у Парнуэля, чтобы наши спортсмены получили возможность участвовать в Олимпийских играх. Ну а все остальные пожелания ребята изложили на бумаге. Я пишу письмо Парнуэлю. Я бы хотела у него попросить, чтобы всегда был мир на земле, чтобы все были всегда счастливы. А что-то личное для себя, может быть, какой-то подарок ты хотела бы на новую? Есть у тебя какая-то мечта? Я бы хотела жить в замке. Я увлекаюсь лего и больницей. И хотела бы получить все-таки лего. Русскому Деду Морозу я уже написала письмо, я уже отправила еще в ноябре. И оно, скорее всего, уже дошло. Там я попросила, вот, нас трое в семье, я попросила не только для себя, но еще для старшей и младшей сестры. Вот. Там я попросила дартс. Это, ну, штучка такая, куда дрочками кидать. Вот. А здесь я в этих письмах прошу, чтобы везде на земле был мир, согласие и не было войны. Ребята могли сами выбрать, кому написать. Русскому или французскому Деду Морозу. Кто-то писал сразу двум, чтобы уж наверняка. Самое главное, что дети действительно верят в чудо и существование волшебников. И с точки зрения их учителя это неплохо. Пусть то немногое волшебное, что есть в нашей жизни, сохранится. Я очень люблю праздник Новый год, Рождество, все, что связано с зимой, с елками, с фейерверками, с предсказаниями, с чудом. А Новый год и Дед Мороз – это ощущение чуда. И, на мой взгляд, несправедливо лишать детей такой радости, как Дед Мороз. Написать письмо Деду Морозу сегодня может каждый ребенок. Новогодняя почта заработала 1 декабря, в том числе и в нашем городе. Специальный ящик для писем к главному новогоднему волшебнику установлен на главпочтамте. Ну а Дед Мороз уже ждет ваши письма. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я обращаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин